Несмотря на смерть десятков тысяч российских солдат на войне против Украины, санкционные удары по экономике, большинство россиян продолжают поддерживать войну. И эта поддержка растет. Согласно данным Левада-центра, только 20% россиян не поддерживают войну, они не боятся об этом открыто говорить. И это при том, что те, кто против Путина и его войны, находятся под тяжелейшим прессингом кремлевской машины. Против них приняты драконовские карательные законы. Их сажают, задерживают, выгоняют с работы университетов. За протесты задержано уже почти 20 тысяч человек. Все остальные молчаливо согласны с Путиным. Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления. Но возникает вопрос, почему такое огромное количество поклонников Путина и войны против Украины не выходят на митинги в поддержку этого безумия? В чем разница между диванной поддержкой и реальной? Почти год кровопролитной войны, тысячи смертей русских солдат не повлияли на мнение российского обывателя. Во всяком случае, об этом свидетельствует социология. Однозначная поддержка войны в январе выросла до 45%. Скорее поддерживают действия армии России в Украине 30% россиян. Наибольший уровень поддержки характерен для тех, кто доверяет российской пропаганде как основному источнику новостей. И среди тех, кто одобряет деятельность кремлевского диктатора. Всерьез воспринимать все эти данные российских социологов невозможно. Почему? Даже не потому, что я не думаю, что они сознательно обманывают, что они там рисуют эти данные, как говорится, на коленке. Просто в фактически тоталитарном обществе измерять общественное мнение по особенно актуальным политическим темам бессмысленно. Люди не дают правдивые ответы. Люди боятся говорить правду. Те люди, которые знают, что если они будут честно отвечать, их результаты опроса будут резко расходиться с тем, что навязывается властью, они чаще всего просто отвечать на вопросы интервьюеров не будут. Собственно, это и происходит. Большинство подавляющих людей на вопрос не отвечает, но в принципе и так большинство людей не отвечает социологам. Это в любой стране так. Но в России к этому примешивается политическая составляющая, потому что многие не отвечают не потому, что у них просто времени нет, как обычно, как в демократических странах, а потому что они лишний раз не хотят засвечивать свою позицию. Против войны выступает молодежь, а также женщины. Это объясняется тем, что одни не хотят быть брошенными в топку войны, а другие уже не понаслышке почувствовали, что такое потерять сына или мужа на этой войне. Противниками войны являются и москвичи, среди опрошенных таких 67 процентов. Российский фашизм, путинский фашизм, я об этом неоднократно говорил, это фашизм пожилых людей. Фашизм таких пожилых людей пенсионного, предпенсионного возраста, зомбированных телевидением, которые, значит, часть этой секты, свидетелей телеящика или совпоящика, как его называют в России, которые каждый день получают там, сидят около него и получают вот этот тяжелый наркотик в виде телевизионной пропаганды, совершенно жуткой. И, собственно, они в основном и рвутся в бой, и они в основном такие наиболее агрессивные ястребовояки. А молодежь же это война в подавляющем, большинство ей не нужна, она чужая им, они получают информацию из интернета. И, в общем-то, им не только не хочется, естественно, воевать эти, но и они ее не ментально не поддерживают, потому что они не разделяют всех этих уропатриотических, шевеллинистических, фашистских ценностей. Но возникает какая-то несостыковка. Несмотря на такое количество сторонников войны, почему они не митингуют в поддержку идей диктатора? Где путинское большинство, почему его не видно на улицах? Ведь добровольных митингов априори просто нет. Если откатиться в 30-е годы прошлого столетия, посмотрите на фашистскую Германию, выступления Гитлера собирали ликующие толпы. Так выглядела настоящая поддержка фанатика. Что в расистской России? Во-первых, диктатор редко вылезает со своего бункера. Во-вторых, вместо добровольных сходок на митинги принудительно сгоняют бюджетников. Помните, когда кремлевский диктатор признал аннексию четырех регионов Украины? Донецкую область, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Когда они признали эту оккупацию, что они захватили эти территории и якобы теперь они в составе России. Был ведь возле Кремля организован концерт в честь так называемого объединения. Был этот концерт. Помним этого шамана с дредами, который пел гимн России вместе с Путиным. Мы это все помним. Опять же, 24 февраля, насколько известно, они планируют сделать годовщину этого террора, годовщину этого людоедства. То есть они планируют праздновать годовщину с момента, когда они пришли в другую страну с целью уничтожить целую нацию, стереть лица земли и они будут праздновать изнасилование в Буче, убийство в Ирпине, массовые убийства гражданских людей в Харьковской области. Они это все будут праздновать. Даже на грандиозное празднование аннексии украинских земель в Москву свозили людей десятками автобусов со всех регионов России, потому что московичи не выразили массового желания принимать в этом участие. И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской народной республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне, право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор. Быть со своей исторической родиной, с Россией. Путин за более чем 20 лет правления промыл россиянам мозги настолько, что люди уже отвыкли не только думать, но куда-то ходить и тем самым демонстрировать позицию по собственной воле. Годами российскому обывателю внушали, что за походы на митинги накажут. Этим сделаешь только себе хуже. В итоге теперь все это играет против Путина. Он построил государство пофигистов, а не фанатиков. Самое главное, что ощущают не только люди на этой площади, а то, как это подают потом федеральные каналы по всей территории сегодня пока еще Российской Федерации. И люди перед телевизорами будут с замиранием сердца, со слезами на глазах ликовать, как они насиловали, как их солдаты насиловали беременных женщин. Они это будут праздновать. Выпьют лишний стакан водки. Теперь, когда Путину нужны фанатики, их просто нет. И уже не особо играет смысл, за какие идеи нужно выходить. Россияне просто не хотят выходить. С этой страной всегда кто-то не переставая боролся. А некоторые говорили, как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Подавляющее большинство, они поддерживают, в принципе, поддержку властей, политику властей, вернее, но пассивно. Они пассивно за что угодно. Вот что по телевизору скажут им, что там новый диктатор или новый президент скажет, зато они и будут. Просто потому, что так удобнее жить. Но самим куда-то идти, не то что на войну, а даже на митинг бесплатно, они не пойдут. Потому что, по большому счету, они все это им глубоко по барабану и до фили. Им это все малоинтересно. Они просто знают, что положено быть всегда за власть. Так это наиболее выгодная и легкая позиция. Это наиболее выгодная стратегия выживания в этом социуме. И они махают головой и говорят, да, мы за власть. Все, все. А дальше ничего делать они для этой власти не будут самостоятельно. Бесплатно, по крайней мере. За деньги, пожалуйста. За деньги они и на митинг пойдут за 500 рублей, сейчас собирают. 500 рублей платят тем, кто пойдет на митинг концерт с Путиным. Некоторые из них, наиболее отмороженные, за деньги и воевать пойдут. Но это все как бы чисто такая сделка. Бизнес ничего личного, как в американских фильмах говорится. Потому что реально им все это по большому счету по барабану. Чего в итоге добился Путин? Практически вся интеллектуальная российская элита не на его стороне, а на стороне Украины. Независимые лидеры мнений против войны. Пугачева против войны. Миладзе шепчет «Слава Украине!» Путин не смог сделать войну против Украины священной для всего российского народа. Это не битва за Сталинграда, которая так трепетно любит рассказывать диктатор. Это сражение было не просто сражением за город. На кону стояло само существование истерзанной, но не покоренной страны. Если завтра выступит по телевизору новый президент, а он может быть кто угодно, предположим, Навальный, выступит и скажет, Путин там, сволочь, тянул нас в постыдную войну, мы виноваты перед Украиной и всем миром. Они, как недавно написал один поэт, будут стоять с повинной головой. Вот, типа, как так, как же мы, ох, Путин нас попутал. Да, ну теперь мы исправимся, теперь мы будем вместе со всем цивилизованным миром. Вот примерно так же люди в Перестройку, кстати, рассуждали, касательно Сталина, Брежнева и так далее. Так что все это очень легко поменять, этот вектор этого общественного мнения, он как флюгер, куда власть подует, в ту сторону он и повернется. Путинизм в России не стал всенародным, как коммунизм при Сталине или нацизм при Гитлере. Для значительной части российского общества война против Украины осталась личным конфликтом диктатора. Даже зомбированные пропагандой граждане не всегда понимают, за что нужно воевать. Что творится в головах у россиян. То есть, в первую очередь, это, конечно же, работа российской пропаганды. Искусная и достаточно результативная работа российской пропаганды. То есть, Министерство обороны заказывает съемку фильмов. Опять же, был представлен фильм «Нахимовцы», например, который всячески возвеличивает так называемый Черноморский флот Российской Федерации. Другие так называемые патриотические фирмы, они в целом благоприятно влияют, ну опять же, благоприятно влияют на отношение россиян к войне. И, соответственно, повышают милитаристские настроения внутри как Кремля, Москвы, Санкт-Петербурга, так и других территорий, которые временно оккупированы Кремлем и временно захвачены. Та же Республика Ичкерия, Татарстан, Тыва и так далее, и так далее, и так далее. Войну лучше поддерживать с рюмкой водки или пива дома у телевизора. Россияне не стоят в очередях военкоматы. У Путина вместо фанатиков в армию набирают зэков, а кто поумнее, тот сбегает. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Трудно вести священную войну, как утверждает Путин, если ее запрещают называть войной, и говорят, что это всего лишь так называемая военная спецоперация. В России идет кампания по выдаче автомобилей отечественного автопрома «Лада Калина». Фантастическая, конечно, оценка ценности жизни, но это оставим на совести Кремля, потому что он никогда за всю свою историю, неважно, это был Советский Союз, это была Российская империя, никогда не ценил людей и использовал людей исключительно как ресурс. Поэтому те люди, которые на самом деле против войны, они должны быть более действенными и делать что-то настоящее для того, чтобы эта война прекратилась. Кроме того, слишком много россиян видят, как живут те, кто зовет умирать, и как живут те, кого зовут умирать. Многие понимают, что Путин уже проиграл, ведь Киев за три дня не взяли, с Харьковской области сбежали, Херсон оставили, а Россия изгой. Быть россиянином в мире становится токсично. Если бы действительно за него миллионы готовы были пойти, не нужно было бы ему никакую мобилизацию объявлять. Он бы просто сказал, вышел бы на Лужники и сказал, значит, миллионы, отечество в опасности, быстро в военкоматы, занимайте очередь, пока есть возможность. И вам вручат повестку, и вас отправят воевать. Все, и миллионы бы пошли, но никаких миллионов нет в действительности, поэтому приходится прибегать к принудительной мобилизации. Путин до сих пор верит, что весь российский народ положит за него жизнь. Но Путин им недовольны, как самые продвинутые жители больших городов, так и бедные россияне. Но если ты против Путина, ты должен бежать, уехать, уйти с работы. Люди к этому не готовы, и просто играют в лояльность к Кремлю. Этим людям не стоит открывать свои антикремлевские взгляды или выступать против войны просто в социологических опросах. Нет. Этим людям, которые на самом деле хотят остановить войну против Украины, надо проводить саботаж, надо забрасывать коктейлями молотова военкоматы, надо взрывать железные дороги и проводить другие диверсионные действия для того, чтобы их друзей, братьев, мужей, сыновей и отцов не забирали в эту мясорубку. Чтобы их не отправляли пачками в угледар, в мясорубку. Там, где наши вооруженные силы Украины, их просто превращают в фарш ежедневно. И потом родственники вынуждены долго искать, требовать и даже судиться с Министерством обороны России за то, чтобы им выдали эту ладу-клину или шубу, но в зависимости от региона, российских мужчин оценивают по-разному. Вся поддержка Путина – это большой мыльный пузырь, который лопнет, как только в кремлевских башнях произойдет прокол или малейшая трещина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова